Крайне важный назвал роль России в разрешении сирийского кризиса госсекретарь США Джон Кэрри. При этом он заявил о необходимости полностью закрыть границу Турции и Сирии, чтобы помешать нелегальной транспортировке нефти и передвижению боевиков. Глава Пентагона Эштон Картер ранее заявлял, что усилия Анкары по борьбе с террористами недостаточны, и сейчас она больше наносит удары по курдам, нежели по ИГИЛ. Еще один влиятельный американский политик, наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах Хилари Клинтон накануне призвала власти США сменить свою позицию по Сирии. Мы должны перестать делать выбор, либо биться против Асада, либо против исламского государства. Нам потребуется помощь России. Если не активная помощь, то как минимум согласие с тем, что мы делаем в борьбе против ИГИЛ. Прямо сейчас мы не увидим военного поражения Асада. Этого не случится. На этом фоне влиятельная британская газета Times опубликовала статью, в которой утверждается, что половина из тех, кого Запад поддерживает в Сирии, называет своими союзниками – это радикальные исламские фундаменталисты. А журнал Foreign Policy одновременно процитировал слова заместителя госсекретаря США Тони Бликина. По его мнению, после вмешательства России в Сирии шансы на дипломатическое урегулирование даже выросли. Он связывает это с усилившимся влиянием Москвы на официальный Дамаск.